Друзья мои, сегодня, 12 января 2022 года, я, не политик Андрей Девятов, прочитаю очередную лекцию в лектории Музея конструирования будущего под названием «Хорошие новости». Все только начинается. Итак, что же я должен буду вам объяснить? А это три вопроса. Эти вопросы – что начинается? Второй вопрос – почему Казахстан? И третий вопрос – что дальше? Так вот, на первый вопрос – а что, собственно говоря, начинается и почему новости хорошие? Так начинается долгожданный выход из системного кризиса индустриального общества, потребления, упершееся в пределы роста. И этот долгожданный выход из этого кризиса – это переход всего прогрессивного человечества в новый валютный мир. Значит, вы со мной согласитесь, что ситуация затянулась, и таким мощным разведливым признаком о том, что вот-вот это все начнется, выступает известная из средств массовой информации затяжка с животрепещущим для администрации североамериканных Соединенных Штатов вопросом о наращивании долга по бюджету. Все эти средства массовой информации трендили про то, что вот там, значит, Конгресс не дает, значит, что-то там Байдену финансировать, значит, ну, все, так сказать, бюджет американский. И, значит, отсрочку дали до, ну, вот от Федеральной резервной системы, там, все эти денежные власти американские и мировая закулиса дала, так сказать, Байдену отсрочку до 3 декабря. И вот 3 декабря прошлого года, 21, должно уже было что-то, так сказать, было решено. А что там должно было быть решено? Ну, как будем выходить, так сказать, из этого самого финансового кризиса? Или через гиперинфляцию, или через дефолт. Вот. Ну, и все замерло, никто ничего, так сказать, замолкли, и, значит, исполнилось пошла гиперинфляция по 5% в месяц. Рост цен в Америке. Но это все равно, так сказать, исподволь идет, так сказать, методом появления, а, значит, решений-то нет никакого. Это один мощный разведный признак. Ну, а в целом-то надо сказать, что о чем бы ни шла речь на переговорах в Женеве, Брюсселе, там, Вене, это, которые сейчас начались в связи с, значит, ультиматумом Рябкова. Речь идет о деньгах. И хотя говорят еще и голым, значит, представители МИД рассказывают там о стратегической стабильности. Или еще там, понимаешь ли, гарантии безопасности. Каких-то ракетах, которые где-то не должны быть. Речь идет, в конечном итоге, о деньгах. А эти деньги, это что? Это новый валютный мир. А кто этот новый валютный мир делает, разрабатывает, строит, конструирует? Вот мы занимаемся деятельностью несовместимой со статусом пенсионера. И, значит, каким-то образом шевелим, значит, конструирование будущего в музее конструирования будущего. А кто конструирует новый валютный мир? Так известно кто. Откройте глаза. И вы сразу согласитесь, что это так. Это Лондон. Это кто Лондон? Это не мастерия, значит, тетеньки, значит, Елизавета Второй. Это мастера денежных дел в Лондон-Сити. А это кто такие? Евреи. Ну, а еще кто? А еще китайцы. Почему? Ну, потому что, потому что, потому что китайцы и, значит, евреи-каббалисты, это братья, значит, которые все и крутят. А, значит, почему? Потому что у них есть, значит, вот этот вот, так сказать, план глобализации. Значит, у евреев он называется план Соломона, а у китайцев он называется сообщество единой судьбы человечества. И там, и там глобальный масштаб. А еще кто им подыгрывает? А еще подыгрывают те, которые держат те деньги, которые, значит, которыми сейчас исчисляется богатство. Это глубинное государство США. Вот это коалиция за новый валютный мир, который, этот новый валютный мир, должен состояться не позднее 2025 года на условиях победителя. Победителя, победителя где? Победителя Третьей мировой войны, но гибридного типа. А если спросить себя, значит, а по какой модели разыгрывается, значит, происходящее? Так я вам отвечу. И мы, бестолкованные политики, начиная с 2005 года, а может даже еще и раньше, с 2003 года, не устаем стучать глоткой о том, что верной моделью конструирования будущего, теми игроками, которые собрались выстроить новый валютный мир, как предтечу нового мирового порядка, играют в бридж за карточным столом истории. А для того, чтобы, значит, адепты, значит, марксизма, диалектики и вообще, так сказать, формальные логики, значит, они играют в шахматы. И тяжеловес американский Машизинский давным-давно, значит, написал главную свою книжку «Великая шахмата доска», и все наши замечательные, значит, всякие эксперты, а также и планировщики генерального штаба, а также и умники из Министерства иностранных дел, а также их начальники в администрации президента Путина, они все играют в шахматы. И главный шахматист, если вы не знаете, у нас отставленный, правда, с должности руководителя, значит, экономической политики, Дворкович, он теперь, ну, он там мастер спорта по шахматам, он теперь главный, значит, там по всей этой шахматной, значит, по всем шахматным делам во всеверном масштабе. Вот, значит, а обыгрывают, значит, не в шахматах, а в карты. И мы, бессолковные политики, все время рассказываем, как это происходит. В карты-то как обыгрывать? Тех, которые играют в шахматах. И тут я вам должен сказать, что, а кто главный, так сказать, бриджисты-то? А главный бриджисты, это как раз Лондон и Пекин. Почему? Ну, потому что Дэн Сио Пин, это ярый бриджист. И вся политика китайцев, и это схемы игры в бридж. Потому что Дэн Сио Пин официально никем не был, ну, последние, там, десятилетия. А тем не менее, был пожизненным председателем всекитайской ассоциации любителей игры в бридж. А кто в Англии, значит, знаменитые бриджисты и свою политику строили не как шахматная игра, а как, понимаешь ли, игра за карточным столом истории? А игра кого? Большая игра кого? А вот этих самых мировых проектов. Так кто в Англии-то? Это Черчилль и Тэтчер. А у нас кто, бриджист? Нету. И мы, без толкования политики, занимаемся, так сказать, разработкой технологии оценки того, что можно ожидать в динамике взаимосвязей, значит, этой самой большой игры и мировых проектов, разработали с 2003 года, разработали технологию, значит, «Мост. Будущее. Бридж». Команду штабной, политической, военной игры, значит, «Мост. Будущее. Бриджи» — это было сделано давным-давно, в 2005 году. И с тех пор мы, без толкования политики, описывали в наших, так сказать, бумагах и в книжках изданно, как этот розыгрыш большой игры за карточным столом истории проходил. И проходил, вот, собственно говоря, новая игра, значит, «The New Game». Это кто, значит, сделал-то? Да это журнал «The Economist» прямо из Лондона, значит, на обложке нарисовал, значит, новый розыгрыш. Кто там сидит? Значит, Обама, Путин проигрывающий, значит, он сидит с голым торсом, и Си Цзиньпин. И они в карты играют. Почему Обама? Потому что с 2009 года пошла эта новая игра. И мы расписывали эти коны, коны, коны идут по четыре года. Так вот, все это мы показывали, ну, кто-то, видимо, обратил внимание. Почему? Потому что на настоящий момент наши, значит, организаторы всех побед, говорят, где они там сидят в кремлевский, трудно сказать, вот. Но поняв то, что идет розыгрыш очередного кона, он начался, а этот очередной кон с новой раздачей, это 2001-2004. И мы это несколько раз описывали, все рассказывали, пожалуйста, смотрите. Но, видимо, кто-то присмотрелся и поняли, что, значит, России для того, чтобы вчистую не проиграть в том коне, который начался в 2001 году, значит, Россия пошла на обострение. Почему? Потому что против сильных карт и козырных карт мастеров денежных дел, а это Лондон, Пекин и Нью-Йорк, я вам, значит, объяснил почему, потому что именно они конструируют новый валютный мир. И если нам, значит, было суждено, значит, там думать в шахматных схемах, то тут уже совсем проиграл под ноль, вчистую. Так вот, для того, чтобы хоть как-то не проиграть в карты, значит, Путин тот самый, значит, вот, значит, решил обострить игру в карты и сыграть на длинной масте, которая есть в России, длинная масть, которая есть, это, значит, система вооружения, вооруженные силы, вообще, так сказать, значит, все то, что называется военная мощь. Вот другой длинной масти у России нет. И для того, чтобы обострить игру против мастеров денежных дел, а с кем играет, значит, Россия Путина против мастеров денежных дел? Она играет с Ватиканом. Это, значит, кто? Это, ну, с черным интернационалом. Значит, это Ватикан, наши, значит, патриоты замечательные, черные сотни, и Турция, но не там, не та Турция, значит, а та Турция, где серые волки. Это вообще, так сказать, вот эта вот часть, я ее осветил в текстах и роликах, которые называются «Вракете рукавари». Вот, а почему? Путин прямо сразу ответил Клаусу Швабу, мы с вами одной кровью. Я показывал это. Путин рассказывает и пароли предъявляет из книжки Редьярда Киплинга «Книга Джунли». Путин уже засветил. Мы с вами одной кровью, а Келла, значит, это волки. А волки – это мастерия. Отстаньте, речь идет не о мастерии, а о закулисе. Это закулиса черного интернационала. Это аристократия, это аристократия, значит, европейская. А кто там глава сейчас европейской аристократии? Это князь Монако Альберт II. Почему? Потому что Гримальди – это самая древняя, находящаяся у власти, династия. Поэтому он старший. А с кем там Путин в тайге, значит, там, когда, значит, там, это было как раз в 2007, что ли, году? Ну, вот когда перед новой сдачей решал вопрос, это, значит, с Гримальди? Картинки все есть. В тайге, значит, они там, в Туве, значит, там чего-то, в присутствии, значит, Тувинца, значит, Азиата, Шойгу, значит, чего-то договариваться. Все это прикрыто олимпийским движением. Россия выиграла тогда, значит, Олимпийские игры проводить, значит, в 2014 году в Сочи. Вот, вот с кем мы одной крови, это старая европейская аристократия, это черный интернационал. Дальше это кто? Иезуиты, черное солнце, папа. Это кто? Дальше, тамплиеры, ну, эти рыцарские ордена, значит, ну, прежде всего, это, конечно, Тевтоны. Вот и, вот и, вот. И для того, чтобы как-то сыграть против мастеров денежных дел, наше богохранимое отечество пошло на обострение для того, чтобы разыграть длинную масть военной мощи. Если вы думаете, что об этом никто не говорил, так, для того, чтобы разобраться и, значит, понять, куда нас загоняет, а нас, вот я имею в виду, в украинемое отечество, сыном которого и я являюсь, так? Куда планировать, а планировать, это евреи-каббалисты. Для того, чтобы, а, ничего делать у них, у евреев-каббалистов, план-то, как называется, план Соломонта? Вечное царство Израилево. А чего дальше-то? Тысячелетие субботы, это новый мир, когда, значит, эта жизнь будущего века, это из чаю, и чаю жизни будущего века, это из символа веры христианской. Вот это вот, жизнь будущего века, это тысячелетие субботы. Если кто не знает. Да, значит, так вот, а кто вот тут у нас от планировщика-то в телевизор все время рассказывает что-то? А это государственный канал, значит, называется упоительные вечера на канале России. Кого? Хасида Соловьева. А, соответственно, из картинки, он там у стены плачет, значит, там это принимает эту, значит, присягу. Так кто на этом канале России государственном, на упоительных вечерах, значит, Соловьева, нам рассказывает, куда идти. Так это Яков Кенми, гражданин Израиля, бывший советский человек, кажется, его фамилия при советской области Блакозлов, вот, значит, деятель спецслужб Израиля, значит, рассказывает, трёх же шаг, значит, враг не пройдёт, мощь цирконов и прочих там, калибров, значит, она, безусловно, значит, Россия побеждает. Это кто говорит? Яков Кенми. А чей это рупор-то? Это рупор-планировщика. А планировщик кто? Это еврей-каббалисты. А как их, значит, мировой проект называется, мировой проект называется «Вечное царство Израиля». Значит, фраза такая, она давным-давно была засвечена самими евреями. Значит, евреи, это 95-й год, Машеах уже пришёл, родился. Близится вечное царство Израиля, когда дом Якова, это 12 лет, будет пасти народы мира, как бесчисленные стада по Завету Всевышнего. То есть, план Соломона это исполнение Завета Всевышнего. А где этот Завет написан? Он написан в толстой книжке, Библия, которая состоит из Нового, из Ветхого и Нового Завета. А что в Новом Завете, говорит Иисус из Назарета? Не исправить я пришёл, а исполнить. Кого? Кого пришёл? Исполнить. Не исправить, ну, что-то там не так пошло, а исполнить. Что исполнить? Завет и пророки. Вот, что пришёл, значит, Иисус из Назарета делал. Поэтому, откройте глаза и сердцем различите. И вот это всё и разыгрывается. разыгрывается кем? Кремлёвскими. Что разыгрывается? На, значит, на картах длинной масти. А длинная масть, которая есть у России, это вооружённые силы, система вооружений и в целом, так сказать, военная мощь. Вот почему Кремль пошёл на обострение, ну, перехватил, то есть, ход, ход у России, заканчившим столом истории, и для того, чтобы обострить, пошли в свою длинную масть, чтобы собрать, так сказать, взятки на военную мощь. Теперь, значит, почему Казахстан? Казахстан, потому что, значит, это ключевая страна, ключевая страна в где? В экономическом поясе нового шёлка пути. Откуда? Из драконов в тефтоны. Повторяю, из драконов. Драконы – это китайцы. А тефтоны – это как раз тот чёрный интернационал, о котором я говорил в предыдущем, так сказать, своём запевке. Так вот, ну а кто это? Чёрный интернационал. Ну вот, лидеры, так сказать, национал социалистической, социалистической, национал социалистической, рабочей, рабочей партии Германии, они себя называли кем? Тевтонами. Так вот, значит, а это, значит, а где у нас сердце, значит, нашего, значит, замечательного руководителя? Оно в Дрездене. А Дрезден – это что? Это там исток как раз духа Шиллера, этого самого, так сказать, немецкого духа. Вот. Зачем этот Дрезден, значит, англо-американская авиация стирала с лица земли, значит, ковровым бомбардировкой, хотя там военных объектов никаких не было, чтобы погасить это гнездо духа Шиллера. А теперь речь идет о реванше черного интернационала. Мы с вами одной крови, сказал Путин этим черным Клаусу Швабу. Так вот, значит, почему Казахстан? Потому что Казахстан – это ключевая страна из драконов в тевтоны. Это самое экономическое поиск, но он шел к пути. А там почему, что произошло в этом самом Казахстане? А произошло следующее. Значит, так получилось естественным ходом вещей, что суверенитет республики Казахстан, который свалился на голову руководителем этого, значит, бывшей советского, бывшей части союза нерушимого республик свободных, которые навеки сплотила Великая Русь, были поставлены перед лукавым выбором, а что делать, куда идти и как быть. И, значит, возобладала, возобладала в руководстве Казахстана архетип и генотип казахов. И, значит, этот казахский национализм, в хорошем смысле слова, он, значит, требовал, так сказать, величия достойного места в новом мировом порядке. Ну, в то время еще просто-напросто на постсоветском пространстве. И, значит, это достойное место, оно, естественно, значит, приобретало черты антикитайские и антироссийские. Почему? Потому что антикитайские и китайцы помнят резню, которую осуществляли китайцы в отношении, значит, казахов в 19 веке. Ну, и там дальше, конечно, все это было, значит, и казахи, они, так сказать, спинным мозгом боятся, значит, вот это китайского доминирования. Потому что это было вырезание, вырезание, там столько, значит, погибло, значит, в Джунгаре, это, ну, просто там готов, всех вырезали китайцы, ну, и так далее. А, значит, было переселение, эти самые, Дунгани бежали куда? В восточный Туркестан, значит, и там, и осели, и спаслись, вот, в западном Туркестане. У нас в Советском Союзе был Туркестанский военный округ, Сорензиатский и Туркестанский военный округ. Вот, поэтому, значит, генетическая память казахов, она, значит, всех тех, кто, как бы, за самостоятельность, она заставляет казахов, так сказать, сдерживать китайское наступление, мирное китайское наступление экономическими средствами. По экономическому поясу, но ушел к пути. А это что такое? 140, 140 предприятий, которые китайцы переносят в Казахстан, а это все что? Это все, что дымит и, значит, отравляет окружающую среду. Это черная цветная металлургия, большая нефтехимия, вот, вот, чем китайцы заходят. Ну и ресурсы забирают, какие, какие могут забрать. Почему? Потому что основные ресурсы, те кланы, которые пришли строить независимый Казахстан, все эти ресурсы продали на Запад. На Запад. А России не досталось ничего. Вот. А почему, значит, России не досталось ничего? Поскольку казахи хорошо помнят эту самую политику царизма, тюрьма народов и, значит, все прочие, значит, борьбу, значит, казахского ханства за независимость от Российской империи, а потом, собственно говоря, последняя обида, это когда, значит, Российская империя пала, казахи организовали, там называлось Аллашарда, Аллашарда, китайцы, казахи- орденцы, Аллашарда. Так вот, это Аллашарда удавили большевики. Ну, вот, это все генной памяти и архетип, и архетип казахский, эта матрица, она самовоспроизводит эти антикитайские и антирусские настроения, а, значит, при этом утверждает и закрепляет чего? А вот этот вот поток, то есть, значит, комплементарность или там, по-русски сказать, значит, предрасположение к великому Турану. А великий Туран это чего? Турция. Вот, сейчас олицетворяет великий Туран Турция. И, значит, вот, и, и поэтому, собственно говоря, вот это вот, значит, разветвленное подполье, разветвленное подполье, значит, Казахстана, и это все, значит, ордынцы, туранцы и исламисты. И, значит, когда, значит, произошли эти события в Казахстане, а события в Казахстане, их, собственно говоря, придумали в Кремле. Я уже говорил, почему. Значит, надо было продемонстрировать американцам эту самую военную мощь. А военная мощь, ее надо было продемонстрировать быстро и накануне переговоров. А накануне переговоров, переговоры 10, 10, 13, там, значит, до 17-го числа, это Женева, Брюссель и Вена. И вот до этого надо было продемонстрировать эту военную мощь, поскольку в ультиматуме Рябкова было сказано, если вы не отзоветесь, а точно было известно, что Запад не отзовется, мы ответим военным и военно-техническим способом. И вот военный способ это была демонстрация, значит, возможностей воздушно-штурмовых частей, значит, немедленно вылететь, взять под контроль и усмирить. Значит, вот это и было сделано, то есть вся эта операция «Казахстан», она, значит, это постановочная вещь, значит, но Султан Абишич был в курсе того, что будет. Почему? Потому что 28-го декабря, то есть 15-го декабря ультиматум Рябкова а 28-го декабря в Санкт-Петербурге вдруг организуется, значит, неформальный саммит кого? Содружеский независимый государственный. Туда приезжает, значит, и Такаев, президент, и, значит, автор идеи евразийства, значит, Евразес, там, таможенный союз, Евразес, и прочее. Ну, Султан Абишич, при этом вы можете посмотреть в телевизоре, ролик есть, на первом канале, там все показали, значит, сначала разговор идет в библиотеке, президентской библиотеке имени Ельцина в Санкт-Петербурге и идет за большим круглым столом, значит, саммит СНГ. При этом разговор идет там о ужасном, там, этом лютом вирусе, значит, ковидло, и больше нам ничего и не сказали. Значит, отдельно там показали в этом же ролике, значит, на первом канале показали, что Путин беседует на диванчике с Такаевым, и, значит, в этом же ролике показали, ну, мы с вами подробно поговорим в январе, а дальше что показывают, а дальше показывают, что Лукашенко, это президент Белоруссии, члена союзного государства России, Белоруссии, под руки, значит, значит, сажают Нусантана обижащего в машину и с ним вместе садятся. И они поехали вместе, укромно, машине, о чем-то поговорили. Куда приехали? В Константиновский дворец. Дальше показывают, Константиновский дворец, и очень долгие переговоры без свидетелей между Путиным и Назарбаевым. О чем они говорили? Они говорили о том, что начнется. Вот эта операция Казахстан, как тайная операция, задуманная Кремлем, в нее был посвящен и, значит, согласованно это все было, ход и исход с Назарбаевым. Почему? Потому что реальный командир, лидер нации, это не такая, это Нурсултан Абиш. И он затаился, куда-то исчез. И дальше, я вам скажу, будет разыгрываться схема в Казахстане ГКЧП. Что там было в ГКЧП? Так Горбачев скрылся в Форосе, тоже, значит, какие-то события, потом, значит, Горбачев возвращается с победой, что он там отсиделся в Форосе. А кто там безобразно это все организовал? Начальник разведки Крючков, а кто там? Министр Броны, маршал Язов, и Плутуску, значит, а потом что? А потом, значит, власть переходит к Ельцину, значит, амнистия, всех отпускают, значит, ура, либерализация состоялась. А теперь что делается в Казахстане? Значит, Нурсултан Абиш пока, значит, спрятался, значит, ну как Горбачев в Форосе, значит, организаторов, значит, уже там отстранили, это кто? Начальник разведки, значит, Масимов, и куда-то исчез, значит, министр обороны Ермек Бай. И что дальше будет? А дальше будет, собственно говоря, то, что, значит, и позволит выдернуть Казахстан из вот этой вот ситуации, когда либералы, демократы и прогрессисты продали, значит, все ресурсы на Запад и, значит, объявили всем, значит, это официально заявили, что инвесторы, спите спокойно, вашим, понимаешь, интересам ничего не грозит, вы как были хозяевами наших ресурсов, так и останетесь. Это кто сказал-то? Вот новая власть, значит, этого самого, как его, такая вот, а такая, чего, собственно говоря, он кто? Он либерал, демократ, западник. Значит, а в результате ГКЧП кто должен прийти, в конце концов, к власти? Другие. А другие это возврат. Это тогда в России это был поход в либерализм, а теперь Казахстане это возвращение куда? В Азию, в азиатский способ производства. Против либералов, за счет либералов и на обломках либерализма. Значит, кто будет казахским Ельциным, который спихнет эту власть либералов и демократов, которые пока пришли к власти. Это как Горбачев вернулся к власти и ненадолго. Значит, тут все быстренько развалилось. И то же самое будет и в Казахстане. Смена режима и приход к власти кого? Туранцев. Этих Маркс, тот самый, он, значит, известное дело расписывал, значит, капиталистический способ производства. Но при этом, значит, упомянул, что кроме капиталистического способа производства есть еще азиатский способ производства. Азиатский способ производства что такое? Это восточная деспотия и двухконторная денежная система. Так вот, переход в новый валютный мир для того, чтобы занять там, в этом новом валютном мире достойное положение и разыгрывают, значит, планировщики разыгрывают, значит, приход к власти и, значит, бизнес-модель азиатского способа производства. Азиатский способ производства чем отличается от капиталистического? В этом самом ужасном татар-монгольском иго в едином государстве Чингисхана, которая никакая не империя, а Ехэ-Монгол-Улус семья народов. Там империи никакой не было. Империя это Рим. Бездушная государственная тирания Рима. А в едином государстве Чингисхана там семья народа. Незападных цивилизаций. Так вот в этом иго, в экономике этого иго не было судного процента. Повторяю, не было судного процента. И новый валютный мир в Большой Евразии Третьей Орде это бизнес-модель без судного процента. Вот о чем идет речь. Теперь значит ну понятное дело, что значит Крючков и Язов ужасные организаторы КЧП их там выпустили по амнистии, а Ельцин победил. А что будет в Казахстане? Ну Масимова и других этих гикочепистов значит казахских их выпустят. Вот. Ну а кто будет значит этим ордынцем значит увидим. Теперь третий вопрос мне надо закругляться 45 минут скоро выйдет. Значит что же дальше? А дальше будет СССР-2 и это СССР-2 значит как победа вот собственно говоря красных это в моем тексте и в моих роликах в ракетерок аварий я объяснял почему это произойдет. Так вот этот замысел планировщика он собственно говоря ведет куда? Он ведет понимаешь ли в Новую Хазарию в Вечное Царство Израилева и в Тысячелетие Субботы. Так вот подмена игры возможно через проект который Путин в 16 году на Петербургском международном экономическом форуме первый раз заявил как Большая Евразия Большая Евразия это не какая-то геополитическая абстракция это поистине цивилизационный проект направленный в будущем это что такое значит тайная операция переход переход из доктрины Москва Третий Рим в доктрину Большая Евразия Третья Орда это Путин сказал и дальше он там же сказал и он открыт как для Китая так и для Европейского Союза то есть как для Тевтонов так и для Дракона вот куда собственно говоря тайная операция значит которая разыграна в Казахстане ведет по тому что будет дальше вот ну а мы бестолкование политики для того чтобы народу неравнодушным было понятно что происходит для вразумления и тех кому непонятно и которые так сказать находятся в логике шахматной двоичной кто не с нами тут против нас третий лишний третьего не дано мы и рассказываем это все в залах в читальне значит в лектории музея конструирования будущего потому что другого способа конструировать будущее кроме как концептуально захватить вершины у разумных от народа нет поэтому приходите на значит ресурсы музея конструирования будущего вникайте и собственно говоря вразумляйтесь при этом я с гордостью с гордостью значит должен сказать не с гордыней а вот так сказать ну в приливе радости что наши кремлевские наконец-то поняли что надо подменить игру что играть надо не в шахматы а в карты и что в этом карточном раскладе ничего кроме как длинной масти вооруженных сил у нас нет и что для того чтобы значит не проиграть чистую нужно хотя бы сколько-то взяток взять для того чтобы остаться в большой игре ну по крайней мере по крайней мере достойно в достойном месте в этом новом валютном мире а новый валютный мир это старые деньги золота это молодые деньги нефти доллар и это новые деньги это криптовалюты вот это все новый валютный мир сочиняет значит коалиция лондон лондон сити значит пекин и нью-йорк это финансовая и денежная власть они это делают а для того чтобы не проиграть чистую значит наши замечательные кремлевские и решили разыграть значит длинную масть которая у них есть ну хоть что-то есть вот и поэтому дальше мы с вами будем видеть что что впереди то а впереди вот этот вот зависший и нерешаемый вопрос что будет с долларом гиперинфляция скорее всего может даже и дефолт вот и как из него будут выходить страны и народы и чем это закончится мы вам потом расскажем почему потому что ведем разведку будущего где ведем эту разведку будущего и показываем ее в музее конструирования будущего вот это наша задача как разумных от народа вразумить перспективы когда это будет все будет в 22 году сейчас окно возможности открылось 30 декабря это по космическим основаниям это вам астрологи расскажут 30 декабря и закроется 24 января а следующее окно откроется 18 сентября и закроется в середине декабря вот когда и произойдут основные события мы вам об этом потом по ходу развертывания ситуации расскажем читайте книжки по небополитике там все обосновано и с картинками показано заходите на сайт музея конструирования будущего он еще не доделан но тем не менее привыкайте к тому что информация будет там показана потому что конструирование будущего это захват времени и этим кроме нас без толковых нет политики никто и не занимается спасибо за внимание друзья мои к тем кто ищет правду к тем неравнодушным которые хотят понять происходящие процессы откуда и куда все идет к вам обращаюсь я друзья мои с радостной хорошей новостью вышла очередная книга по нем политики которая называется разведка сознания и времени новые грезы о земле и небе дело в том что классическая наука расписалась в полном неумении описать ход тектонических процессов глобальной трансформации которые и есть характеристика текущего момента и перспектив того что следует ожидать глобальном масштабе если классическая и пост классическая наука буксуют в своих анализах только разведка как искусство уникальное дерзнуло показать это будущее и это все написано в книжках по разведке с позиции неополитики неополитика это доктрина времени и это доктрина власти от неба поэтому на в свет в продажу выходят три книжки сразу по разведке это переиздание книжки путь правда разведка это переиздание книжка значит разведка как искусство уникального и вот эта новая книжка разведка сознания времени новые грезы земле небе там вы найдете те кто ищет там найдете обоснование там найдете собственно говоря вот эти данные разведки то есть вскрытие тайны тайны бытия на уровне который выше государственной военной тайны читайте потому что чтение это один из способов овладения значит чем сознательным потому что бессознательное это символы и символы знаки и символы и книжки наши по разведке изобилуют значит символами и знаками и символами а сознательное это значит имена и образы и этим мы тоже значит грузим тексты значит имена это тексты а образы это картинки все это в наших книжках есть и рекомендую для понимания процессов бытия ознакомиться с этими книжками и начинаем грузим начальagt грузим его и и вы пров 돌아